Добрый день! Сегодня мы продолжим изучение индуктивности и рассмотрим индуктивность в цепи постоянного и переменного тока. Сначала для лучшего понимания происходящих процессов в катушке рассмотрим, что происходит в катушке при подаче на нее постоянного напряжения. При подключении источника питания к катушке в ней начинает протекать ток, который создает вокруг нее магнитное поле. Магнитные силовые линии поля распространяются через витки катушки наружу, пересекая их и образуя при ЭДС самой индукции. Эта ЭДС, согласно правилу Ленца, будет препятствовать мгновенному нарастанию тока в катушке. Нарастание тока происходит постепенно, по экспоненциальному закону. Через небольшой промежуток времени переходной процесс заканчивается, и ток достигает своего номинального значения. Продолжительность нарастания тока в секундах определяется по формуле T равно 3L деленное на R, где L это индуктивность катушки в Генри, а R общее сопротивление всей цепи в Омах. Если, к примеру, индуктивность катушки L равна 0,6 Генри, а сопротивление цепи R равно 60 Ом, тогда длительность переходного процесса будет равна T равно 3 умножить на 0,6 Генри и поделить на 60 Ом. В итоге мы получим 0,03 секунды. При отключении батареи от катушки индуктивности тоже происходит переходной процесс, как при опыте с первичной обмоткой трансформатора и лампочкой. В этом случае силовые магнитные линии будут приближаться к центру катушки, опять пересекая ее витки. Создается ЭДС самоиндукции, которая уже направлена не против тока, а, опять же по правилу Ленца, совпадающая с направлением прерванного тока. Если катушка имеет большую индуктивность, в нашем опыте катушка является первичной обмоткой трансформатора с большим количеством витков и значительным железным сердечником, и через нее протекал большой ток, то тогда ЭДС самоиндукции, появляющиеся на концах катушки индуктивности, может достигать величины во много раз больше напряжения источника питания. Это объясняется тем, что при размыкании питающей сети энергия, запасенная в магнитном поле катушки, не исчезает, а превращается в ток. Напряжение между концами катушки индуктивности может достигать таких значений, которые способны привести к пробою между обмотками, а также к выводу из строя полупроводниковых приборов. Это надо учитывать на практике при работе с приборами, имеющие катушки с большой индуктивностью, через которые проходит значительный ток. Сопротивление катушки индуктивности постоянному току, которое можно измерить мультиметром, называется активным сопротивлением. Все будет иначе, если в цепь катушки подать переменный ток. При этом магнитное поле катушки индуктивности также становится переменным. На рисунке показано, как меняется магнитное поле при синусоидальном токе. Во время периода магнитное поле меняет как свою силу, так и свое направление по синусоидальному закону. А это значит, что при этом возникает ЭДС самоиндукции, которая, согласно правилу Ленца, будет препятствовать приложенному извне напряжению. Рассмотрим график происходящих процессов катушки индуктивности. При включении катушки в цепь переменного тока в первую четверть периода от 0 до 90 градусов на катушку поступает нарастающее напряжение. Ее магнитное поле расширяется, накапливая магнитную энергию. Ток в этот момент, противодействующий ЭДС самоиндукции, максимальный и противоположный по знаку с напряжением на катушке. За другую четверть периода от 90 до 180 градусов, когда напряжение на катушке индуктивностью уменьшается, магнитное поле сворачивается, индуцируя ЭДС самоиндукции, который совпадает с направлением тока. Этот ток самоиндукции в катушке старается уже помочь уменьшающемуся переменному току сохранить достигнутый большой магнитный поток. В этот полупериод катушка индуктивности уже не потребляет, а отдает энергию обратно генератору. Следовательно, происходит постоянный обмен энергии между генератором и катушкой. А это означает, что средняя мощность потребления катушки равна нулю. Благодаря разнице фаз тока и напряжения в 90 градусов, катушка индуктивности имеет реактивную мощность и, соответственно, реактивное сопротивление, как и конденсатор. Разница лишь в том, что в катушке индуктивности напряжение опережает ток, а в конденсаторе, наоборот, ток опережает напряжение. Реактивное, то есть индуктивное сопротивление катушки, в отличие от реактивного сопротивления, не вызывает безвозвратных потерь энергии. Допустим, возьмем идеальную катушку, в которой не учитывается сопротивление провода и другие потери. Тогда катушка индуктивности окажет переменному напряжению индуктивное сопротивление xl, которое измеряется в омах и вычисляется по формуле. xl равно омега l и равно 2πfl, где f – частота тока в герцах, а l – индуктивность катушки в генри. Отсюда видно, что величина индуктивного сопротивления катушки зависит от частоты и индуктивности. Чем выше частота тока и больше индуктивность катушки, тем больше индуктивное сопротивление. К примеру, найдем индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 5 генри на частоте 500 герц. xl равно 2π умножить на 500 герц и умножить на 5 генри. Получаем в итоге 15700 Ом или 15,7 кОм. На графике показана зависимость упомянутой катушки от частоты. На частоте 1 кГц эта катушка будет иметь индуктивное сопротивление 31 кОм, а на частоте 1 мГц – 31 мОм. Теперь, зная значение индуктивного сопротивления, можно записать закон Ома при переменном токе через катушку так. Ток равен напряжение деленное на индуктивное сопротивление или напряжение равно индуктивное сопротивление умноженное на ток или индуктивное сопротивление равно напряжение деленное на ток. Например, найдем ток, который протекает через идеальную катушку с индуктивностью L равная 500 микрогенри, если ее подключить к переменному напряжению у 0,4 В и частотой F равной 500 кГц. Берем формулу ток равен напряжении деленное на индуктивное сопротивление и подставляем числовые значения. 0,4 В делим на 2 умножить на 3,14 умножить на 500 тысяч, так как у нас в килогерцах дано, а нужно ставить в герцах, и умножить на 500 умножить на 10 минус 6, так как у нас индуктивность дана в микрогенри. И равно 0,4 поделить на 6,28 умножить на 250, и равно 0,25 мА и равно 250 мА. В реальной катушке нужно учитывать не только индуктивное сопротивление, но и сопротивление потерь, R потерь. На низких частотах сопротивление потерь равно только сопротивлению провода катушки. При повышении частоты на катушке сопротивление потерь будет возрастать за счет появления других потерь, таких как вихревые токи, поверхностный эффект проводника и т.д. Поэтому полное сопротивление катушки индуктивности переменному току на средних частотах равно Z равно корень квадратный из R потерь в квадрате плюс XL в квадрате и называется импедансом. На высоких частотах начинает оказывать еще влияние собственная, то есть паразитная емкость катушки, C-паразитная, которая шунтирует индуктивность, как показано на рисунке. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основу радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»